здравствуйте друзья с вами на канале самый клёвый сегодня палыч приветствую подписчики мои и конечно гости моего канала сегодня суббота опять выходной опять рыбалка сегодня еду на рыбалку с другом решили сегодня снова половить судачка поедем в командор погодка теплая ну вот пошел снег видите да снег идет такой и будет он все до 12 идти это не очень хорошо для нас но я не люблю когда снег идет и ехать по дороге дорогу у нас дальняя примерно 140 километров еще ехать вот уже завелся машина прогревается вещи сложил сейчас съезжу заправлюсь заберу юру и поедем рыбачить там там уже когда приедем на место я уже включу надеюсь сегодня удачный день для рыбалки но давайте поедем так приехали мы на базу командор а точнее на базу нас не пустили командор все занято ворота перекрыли время 6 часов а вся база занята рыбаками не знаю кто приехал щекари на я так рано а мы рядом на базу спустились вазу дубрава вся компания двух машин будем из трех даже машин поедем ловит судака главное чтобы нас увезли народа много поэтому будет очередь ладно уже причисто настроение отличные погода отлично дать их червунки насколько на 200 ну что друзья пришли мы на место стали ребята встали позади меня юра левее сергей правее немножко а я ушел немножко вперед уже поменял вторую лунку метр десять назад сзади прострелил первую лунку порыбачил минут десять ни одного подъема не было перешел чуть подальше вот здесь глубина тринадцать четыре видите две полосы у меня на экране у меня привет нас на мормышка на берша и судаковская такая вольфрам а вверху у меня догонялка поэтому две полосы смотрите я играю как раз играет нижняя и верхняя мормышка две полосы верхняя мормышка у меня догонялка на судака на всякий случай здесь тяга вроде бы есть и вот внизу играю когда сверлил движение на дне были пока сейчас прекратились но сейчас будем раздравнивать и пытаться ловить ловить с первого берша а потом буду рыбачить уже на радлинге вибы буду ходить вот здесь двигаться в ту сторону искать судака ну судак судя по информации здесь выходил вчера час до двух очень хороший хопок был так что думаю что нибудь поймаем ну а так настроение отличное я думаю что сегодня что-то получится оставайтесь со мной на рыбалке давайте рыбачить давайте получите давайте вместе со мной поиграю немножко по карте посмотрел здесь такие перепады 12-13 метров вот метр перепада рыба принципе стояла сейчас посмотрим но если будет у меня догонялка как бы пугать рыбу берша например то я ее уберу не поменяю другую мормышку поставлю часов до десяти порыбачиваю именно вот такой снасти значит здесь это это Продолжение следует... 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 но так и планировали, что приедем, сперва полюбачим немножко на вершу, но вот у меня не удалось поймать, хотя опять поклевок отличных, отличных просто было, душа развилась, такие поклевки происходили убрал я отсюда, уже говорил, подвес, загонялку, тяги сегодня практически нету, поэтому на большой роли не играла, была бы тяга хорошая, тогда можно было сантиметров 7-8 сделать по длине и и рыбачить рыба не клюет, пришло время обеда, сейчас сальса с миском лучше ничего нету на рыбалке, хлеб салом пока не клюет ничего пообедали, попробуем на баздей 100 в такой расцветке оригинал Банн Канч Швип 100, где популярный, рабочий, давайте будем его разлавливать, еще не рыбачил на него еще не разловил, в этом году будем смотреть такая вот 2 метра 2 метра сделал поэтому сейчас буду чуть повыше начинать сразу сверху кто-то спустился но небольшой и Продолжение следует... Глубина 9 метров. Сергей у меня вот туда ушел, товарищ. Смотрю, двигается правее. Видимо, тоже пока ноль. Рыба не клюет. Время почти 12. Без техники больно ты вот по такой наледи ты и не походишь. Да и на снегоходах очень плохо хотят передвигаться, жалуются, садятся, паравицы, все сырые. Что интересно, лед здесь не очень толстый. Если в Узбильске рыбачил там, и в Красном Бару там 80-90 сантиметров, здесь 30-40. Но это из большой тяги, и вот из-за покрова сейчас промывает, вымывает лед. Все, перешел рыбачить на ВИБы. Сейчас рыбачиваю на такие вот ВИБы. 60 пятки с ручной работой. 3 штуки у меня, там у меня есть от морковного цвета, поставил. Вот недавно пришли, вот один такой, и один такой, в Ультрафиолете. 15 грамм. Сейчас я пробую на них. Вот, на этот рачлинг уже я, ВИБ я уже порыбачил, немножко. Два подхода было, но не стал клевать. Поэтому сейчас поставил морковного цвета, посмотрим, что будет с ним. Ну, рыба как бы есть, вот подход чувствуется. Сейчас посмотрим, хороший жирный подход. Вот видите, да, ушел вниз. Ну, заинтересовал-то этой приманкой. Ну, ушел вниз. Ладно, есть тут. Он стоит, надо просто, вот опять подход и опять вниз. Попробуем. Ушел. Ушел. Жалко. Но может это Берш, конечно. Но Берш на тюльку даже отживаться не стал. Поэтому решил все-таки я сегодня до конца рыбалки, как бы, использовать ВИБы. Катаются, рыбы нету, туда-сюда. Вернулся на прежнее место, сейчас уйду туда. Ну, посмотрите, сколько налюйки. Везде вот так, да, Этикер? Ну, там, это, местами. Там главное, такое место есть. 5 метров. 10 метров, входишь, 10 метров. Вот там настолько хороших. Прошлый год, вот, напротив вот этих, а нет, дальше, вот, напротив вот тех, вот, видишь, да, там и деревья, такие кустарники. Вот там, напротив, сюда отбирал. Вот эти три человека, которые сейчас вот на снегоходах сюда к нам подъезжали, попробовали, сказали, нет здесь ничего. Пойдем, поедем обратно на то место, где есть. Вот они рыбачат там. Видимо, там лещ стоит. И где-то рыбачат вот туда идти, если что ли, двигаться. Что, у тебя поставушки молчат? Да. Вот на такого Вагнера рыбачил сейчас. К нему два подхода было, и все, понюхался. Вот такая красота. И нет, сейчас поставлю 120-й Вагнер, попробую порыбачить большим. Давайте его уберем, вот этот вот, коробочком. Возьмем 120-й. Так, где он у меня? Все найти надо. А вот он у меня. Когда ваш 120-й возьмем. Вот этот вот. Вот, когда мы туда уберем, и попробуем. Вот этот еще не рыбачил на него. Не знаю, Вагнеры почему-то сейчас у нас на камне не очень работают. Попытка, не пытка, как говорится. Будем пробовать. Все надо пробовать. Иногда отлавливаются на камне, попробую. То есть на Волге попробую рыбачить. У меня, конечно, лунка не соответствует этому. Видно, у меня борр 130-й, а этот у меня 120-й. Будет путаться, наверное. Ну, посмотрим сейчас. Пройдет, не пройдет. Вытаскивать будет, наверное, сложнее. Ну, беру, если что, эхолот. Что вам рассказать-то? На рыбалке люблю пошутить. Давайте его. Анекдот один расскажу. Довольно такой интересный, смешной. Сам, когда услышал его, ржал, ну, долго-долго. А на рыбалке, когда вот иногда не клюет, вспоминаются вот такие вот анекдоты или какие-то случаи из жизни. А потом кому-то рассказываешь. Оп! Ах! Извините. Был толстычок. Не заметил, пока с вами разговаривал. Видимо, подъем был небольшой. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Никого нету. В общем, расскажу анекдот вам. А что рассказывать? Давайте я вам лучше его покажу. Кинокомпания «Юниверсал» представляет. Палыч, медведь. Степаныч, сатун. Лезь на дерево. Я на дерево подъеду. Помогите. 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 Кис. Кис. Шо, Владик. Шо гол отсюда? Шо? Палыч, Палыч, выше лечь, выше лечь, чтобы не достал тебя Степаныч, Степаныч, стреляй его, стреляй Сейчас я ему в яйцо прицелюсь и стрельну в яйцо, в яйцо говорю стрельну Степаныч, в голову стреляй, в голову, что говоришь, а не слышу В голову говорю стреляй, в голову Поверь мне, по глазам я его вижу Степаныч, поверь мне, по глазам я его вижу Он меня не трахать лезет Ну как, вам анекдот понравился? Ну вот такой я приколист, не обессудьте Все равно надо чем-то заниматься, раз не клюет, да и вам веселее Вот так вот Сегодня у меня не рыбалка, а испытание ВИБов Все, сейчас поставлю вот такой, под телечку в ультрафиолете Видите название, да? Оригинальные Сейчас посмотрим, может быть сегодня такой цвет понравится Ну пока, говорю, все очень сложно Не хочет плевать Не хочет Бит-22, пока рыбка не клюет Подходы есть Иногда жирные Меняю ВИБы Пока глухо Подходит, нюхается, но не берет Ну вот пока не клюет рыбка Хочу сделать анонс Будущих своих рыбалок У нас на следующей неделе мы со своими товарищами будем исполнять, как говорится, свою мечту У нас намечается трехдневная поездка в Камское устье на Волгу Мы едем рыбачить туда, ловить берша и судака, а может быть даже окунь, если нас могут довезти до огневых мест Просто сейчас там сыро, вот как здесь налет, и очень трудно туда проехать Мы уже созванивались Едем мы в рыболовный клуб Три берега Рыбалка у нас будет с егерями Три дня Поэтому Как говорится Анонс моего О моих будущих роликах Приходите, смотрите Думаю, что та рыбалка, которая будет в Камском устье Будет замечательная Поймаем, не поймаем Но даже Сама поездка туда, потому что это одно из самых лучших мест России для рыбалки Наверное, со мной спорить никто не будет Вот Будем рыбачить мы в Куйвышском Затоне В этих На самой Волге Глубины там 20-22 метров Здесь с егерями как бы посоветовались Что с собой брать Нам все сказали, берите все, что вам как бы нужно Что хотите ловить То есть будете судака ловить, значит повезем на судака Если хотите берша ловить, будем ловить берша Погода наладилась До этого вот были, наверное все помните Были эти морозы, метели И рыбка не так клевала И даже Игоря там как бы об этом говорили И писали Но вот вчера Мы наконец-то с ними созвонились И они сказали, что рыбка начала поклевывать Все устаканивается Мы приедем кататься еще через неделю В это время уже будем рыбачить Потому что мы в четверг выезжаем И в пятницу на рыбалку В субботу на рыбалку В воскресенье на рыбалку И уже в воскресенье после рыбалки Поедем, вернемся домой Вот И погоду я посмотрел Там будет минус 4, минус 6 И давление такое довольно стабильное В течение недели Ну надеюсь Мы что-то все-таки там поймаем Раз здесь пока у нас не клюет Кто-то считает глухозимее Я считаю, что нет Просто сегодня Не там я рыбачу, как говорится Не то место нашел Либо поменился Хотя я прошел уже огромное расстояние Большое расстояние Много лунок просверлил Вот Есть подъемы С утра было у меня 5 поклевок И только Вот Но еще хочу сказать, что Еще неделя Мы еще Собой Можем пригласить Трех человек Только на своей машине Что кто-то Я могу организовать Снять там еще один номер И кто-то с нами может Попутно Двумя машинами Ехать в Камска устья Так что приглашаю Звоните мне Пишите Я все организую Ну конечно Это все Не бесплатно Я В сообщениях вам расскажу Сколько это все будет стоить Вся эта рыбалка Но рыбалка будет замечательная Так что давайте Со мной на рыбалку Народу сегодня немного Внутри Почти уже Пол третьего Вон там кочки сидят Я кстати там рыбачил Туда подошкой подъехал Не знаю что рыбачат Но они по ногтесу Но там ничего не было Пусто Может сейчас Либо Знают что вечером В это время Выходит Ну там даже две подушки Значит туда выходит Как раз вот этот Телегиностр Телегиностр Что называется Так И С той стороны Вот наши три пацана И там Небольшие кочки То есть народу немного Хотя Когда на базу Командор приехали Мест не было Ну там База небольшая Поэтому Наверное машин 15-20 всего Влазило Скорее всего Мы рано приехали Уже там все было закрыто Скорее всего Там щукари Сидели Люди приехали щуку ловить Поэтому Они раньше приехали Их развезли Здесь А здесь Щука ловят Вон там заливах В этих заливах Туда возят И В сторону Как говорится Зуево Ключей Зуево Ключей у нас Находится там Это все там заливы Ну туда Если не знаешь Если да Снегоход Если не знаешь Как выехать Лучше не суваться Можно заблудиться Там Столько заливов Ну и щуки Там конечно полно Мы туда Ездим В ту сторону С ночевками Берем домик Из поликарбоната Нас туда Приводят Мы там Ночуем пару Суток И ловим Щуку И попутно Ловим окуня Ну и бель Всякую сорогу Вот И то Приятно Половить Ну Ветер перестал Погода Замечательная Отлично Сейчас Юре Позвоню Узнаю Ловит Не ловит Восем Решил Войти В правую Сторону Уже Наверное Метра Восемьсот Прошел Еще Пройдусь Иду Пока По накатанной Дороге А потом Надо будет Вернуть В правую Сторону Вон Тем Снегоходом А по Такой Слякоти По колено Снегу Ходить Довольно Тяжело Прошлый год Мы В этом месте Жебачили Чуть подальше Здесь И лезь Стоит Довольно Долго И И сюда Ловился Ну Скорее Чего Если Судачники На снегоходах Остановились Значит Здесь Стоит Лещ Но Потихонечку Буду Буриться Двигаться В ту сторону Правее И Наверное До вечера Останусь Уже На этом Месте Все Пробурился В общем Встал 9 метров Решил Пока На тюлечку Пожебачить Посмотреть Что На дне Движения Кое-какие Были Когда Закидывал Берш По-моему Есть Сейчас Попробуем Посмотрю Если нет Снова Потом Буду Рыбачить На вибы В этих местах Мы Рыбачим В начале Марта Середины Марта В это Время Суда Лесь Снизу Поднимается И Вот В этих Местах Он В нескольких Локациях Здесь Левее Правее Вот Тут Иногда Встает Надолго Вот Тогда Мы Здесь Успеваем Немножко Половить И леща И судака В доимку Как говорится Рыбачим На тервя Ловим Леща И иногда Попадается Судак Если не целенаправленно Рыбачить На судака Но иногда Приятно Половить И леща Я Червей Это Взял Сегодня У меня Остались В прошлой Рыбалке Но Леща Пока Не видно Ну В узбекске Мы знаем Где стоит Он Вчера Стоял Там И сегодня Стоит Подзвонили Уже Нам Ребята Но Просто Мы решили Вот Сюда Приехать Не очень Получилось Сегодня Счет Рыбалка Но Еще Время Есть Почти Три Часа С Половиной Так Что Буримся Ходим Ищем Сейчас Поставим Вот Такого В отпуске Такого Цвета Посмотрим Что Ведет В Стоит уже половина четвертого дальше оставаться не будем он смотрю там целая толпа собралась там с утра мы рыбачили оттуда ушли видимо туда лезть подошел или бель подошла там клюет ну до туда уже идти время уже много поэтому там рыбачить уже сегодня не буду ну закончил уже закончил ну что сказал скажу сегодня рыбалка в пользу рыбы рыба осталась в воде она меня победила поклевки были с утра пять поклевок у меня бершовский были даже одного тащил почувствовал вторые так как бы хорошие поклевки зацепов не было подъемы потом остальное время рыбачил на либо на ратнинге на балансиры подъемы были подходил нюхал как говорится щипать не щипал подойдет и идет подойдет и уйдет но сегодня видимо не не этот день ну ладно сегодня была скажем так сегодня была у нас был день тренировки перед поездкой в Камского устья это приятно ладно спасибо за просмотр видео извините что не поймал ничего подписывайтесь если понравилось ставьте лайки если не понравилось дизлайки кому как ну и конечно пишите комментарии поддержите мой канал и подпишитесь на мой канал с вами был палыч на канале самый клевый пока пока до новых встреч до новых встреч в Камском устье до новых встреч